Приветствую всех на своем канале, с вами Милана Монтайд. Сегодня я хочу рассказать вам об одном аромате, об одном мощном якоре из 2000-х. Это будет аромат Vivara от Emilia Pucce. Такой аромат запоминающийся, яркий. Я помню на тот момент, что меня поражали вот эти полки с этим брендом. Эмилио Пуччи, просто его невозможно было не заметить. Это белые упаковки с такими графичными орнаментами, хорошо читаемыми, яркими. Сама подача ароматной коллекции была настолько яркой, запоминающейся. Это просто невозможно было пройти мимо и не послушать сам аромат. Не взять эту красивую бутылочку-медузку в руки и не нанести на блотер, на себя. Просто мне не представлялось возможным это не сделать. Что я, конечно, делала. Я всегда тестировала ароматы, пробовала их, влюблялась, вдохновлялась. Я делала выводы, что смогу и носить, что не смогу. На тот момент он мне просто запал в сердце. Стоил он не особо-то дёшево, я хотела бы сказать, но для меня. Я уже работала, начинала работать. На него я накопила деньги. Пошла покупать я уже осознанно после неоднократного затеста, разнашивания. Ох, я сейчас вспоминаю, я бы хотела этот аромат повторить неоднократно. Я вообще бы хотела аромат иметь у себя на постоянной основе. Настолько он для меня уникальный. Сейчас я ничего подобного вообще в принципе не слышала. Как это можно просто взять и закрыть этот бренд, либо прекратить выпуск ароматов, либо не продавать его в России, я не понимаю. Немножко остужу свои эмоции фрагрантикой. Сам аромат был выпущен в 2007 году. Ой, какой он просто волшебный, это просто акватиков, тропики, в которые ты погружаешься, тонешь у них, всплываешь, бутыхаешься, что-то такое. Сформулирую, похоже, более конкретно. Свои такие эмоции, хэштеги. Ну, как-то, не знаю, что объяснить. По аккордам на фрагрантике аромат идёт как зелёный, фужерный, белоцветочный, древесный, цитрусовый, жёлтоцветочный, миндальный, фруктовый, почулевый. Из всего этого я могу сказать, что он для меня зелёный, фужерный, абсолютно фужерный, белоцветочный, древесный, плюс-минус. Я бы не сказала, что 100%. Цитрусовый, тоже плюс-минус. Жёлтоцветочный, миндалевый, фруктовый. Нет. Почулевый тоже плюс-минус, это как отголоски, какие у меня были. По верхним нотам. Гальбану, амбретто, бергамот. Всё очень так сомнительно для меня. То есть я не могу сказать, что это аромат амбретто. Я не могу сказать, что это аромат бергамота. Это такой замес, там вообще сложно разобраться без, я не знаю, без миллиона затестов. Вы не вычлените какую-то ноту. Для меня было открытием, что там был нарцисс. Я сегодня готовилась видео, почитала и прочитала ноту на фрагрантике. Нарцисс. А ведь и правда, да, я вспоминаю это звучание, и это нарцисс. Вот, кстати, это нарцисс содержится в средних нотах. Потом идёт цветок апельсина, жасмин. Вот средние ноты я ещё более-менее могу как-то вычленить из памяти, вспомнить. Вообще все ароматы, которые содержали жасмин в 2000-х, они мне все нравились. Либо я спрашивала консультанта, а здесь есть жасмин? Она говорила, да, здесь есть жасмин. Я говорю, ну понятно, почему он мне нравится. То есть жасмин я любила в 2000-х. Это просто невозможно было пройти мимо жасмина мне. Настолько я его обожала и просто всем сердцем любила. На каком-то уровне, я знаю. Ну просто невозможном уровне. Базовые ноты. Витивер, пачули и эйс. Витивер, пачули, ну ещё возможно. А эйс это, конечно, аромат, именно эйрисовое звучание и горьковатость. Вот горьковатость, кстати, аромату придавали, наверное, разные ноты. Невозможно сказать, что вот только эйрис, там только пергамот. Это всё вот такое звучание, такое смеси. Сегодня я посмотрела, хотела посмотреть обзоры. Вообще не нашла ни одного видеообзора. Только рекламную кампанию. Такая рекламная кампания интересная на аромат Вивара Эмилия Кучи. Там плавают медузки. Такие сначала какие-то молекулы. В них там зарождаются медузки. Они плавают. Такая музыка спокойная. Ну это какое-то завораживающее зрелище. И я ведь всегда его считала именно таким подводно-глубинным, тропическим ароматом. И у меня есть ассоциация, то есть, сейчас попозже немножко, вы наносите аромат. Это немножко озоново, дождливо, тропически, такой немножко душноватый аромат. Он очень выделялся из марки Эмилия Кучи, из этого бренда. Там еще был с розовым узором, но он уже был более такой приспособленный к другой массе вообще на рынке. А этот аромат стоял для меня особняком. Еще мне нравился такой голубой флакон Агва. Но этот, он был более ярче, более такой многогранный. И вот, вы нанесли вот это все облако. Вы чувствуете эти все переливы. В нем всегда у меня был такой момент, когда этот аромат просто проваливался в какую-то тягучесть, какую-то горечь, какую-то тетку наряженную с фиолетовыми тенями на веках. В таком орнаменте в одеждах, в шелковом платье, такую крупную женщину, такую нахалку, такую богачку. Вот сильно он как-то вот меня потом, это облако окунало куда-то вниз. И для меня это была ассоциация с Урсулой из сказки «Урсалочка». Вот эта тетка для меня была Урсулой. То есть мы сначала заплываем в какой-то лазурный берег, мы видим этих медузок. Дальше мы спускаемся на пучину, на дно, и видим эту, никто, горгона, я не знаю, кто она, эту медузу, эту жирную. Ну не то, что я не против крупных женщин, но это крупная такая всеобъемлющая женщина, такая властная. И вот она там сидит, и она вот хозяйка этого аромата, и вот я тут гладная. И вы ничего тут не сделаете, это аромат для меня, я вот такая яркая. Вот в этом аромате это есть, это просто есть такая тетка там присутствовала для меня, такая богачка, в шелковых одеждах, разукрашенная макияжем. То есть она просачивалась как-то вот среди этого всего прекрасного звучания, потом это уходило, сникало. Есть, конечно, тут и искринки, и искристость, и горечь, и вот эта душная, то что база, какой-то отдельный мир душный. Ну настолько им хотелось поливаться, им хотелось слушать, им хотелось быть, им хотелось жить. Это аромат путешествия, это аромат подводного мира, это аромат дождя и какого-то, не то что океана, это пучины какой-то морской. Это аромат путешествия. В нем хотелось быть всегда. Да, конечно, в нем был риск в душность уйти, особенно летом, когда жара, конечно, одевалась в какое-то яркое платье, носился этот аромат, и если прям припекало, и он прям поддушивал. Но это может быть как и минус, как и характеристика такого аромата, но настолько запоминающийся, настолько самобытный, не то что самобытный он, конечно, синтетически сделанный, я бы так сказала. Но насколько он интересно сотворен, насколько богатый этот мир получается от этого парфюма, что... Я не знаю. Я бы, конечно, хотела бы его приобрести, но, наверное, не за те деньги, за которые он еще существует, это 45 тысяч за флакон на минуточку. Раньше он был, конечно, для меня не дешевым, но и не настолько дорогим, как сейчас. В общем, я бы хотела освежить свои знания, либо воспоминания якори, свои мощные глубинные якори по этому аромату. Конечно, приобрести, наверное, я не хотела бы, ведь это реально стоимость поездки на Пхукет. Цена в 45 тысяч, либо сам аромат, конечно, лучше, наверное, съездить на Пхукет. Но если я бы знала... Я настолько, кстати, любила вот эту упаковку, вот эту крышечку. Это прям вот... Я использовала уже парфюм до последней капли. Мне было очень жалко его использовать. И вот до последнего пшика, до последнего распыления я бы прям любила всей душой. И саму крышечку, она настолько была и внутри красивая. И сама коробочка. Я из коробочки вырезала закладки. Не знаю, может, они где-то и есть, но вряд ли уже. Я думала, ой, как мне жалко бы выкинуть эту упаковку. Я, конечно, сейчас я бы, наверное, была рада, если бы у меня был бы этот флакон. Но я не занималась коллекционированием. Просто я всегда наслаждалась именно самими ароматами, самим дизайном. И, конечно, некоторые упаковки мне очень жалко было выкидывать. Но захламляться я и так очень хорошо умею. Я избавлялась от них, скрипя сердцем. Вот. Сейчас бы я, конечно, рада была хотя бы вот эту крышечку просматривать. Очень она такая красивая, отсылающая. Ну, фантазия, вроде она какая-то современная, но настолько, ну, как она, запоминающая, особенная. Видео получилось таким, наверное, не особо длинным. Но настолько хотела отдельно выделить обзор на этот парфюм. Потому что про него как-то успешно, именно на ютубе, наверное, забыли. На фрагрантике там, конечно, пишут о цене, о том, что стоит ли оно того. Почему это всё так. У меня, конечно, тоже негодование, почему снимают вообще такие парфюмы. Почему другие какие-то, может быть, меценаты, ну, не производят, не вкладывают в это. Ведь можно же сохранить это. Ну, жалко, в этом не разобраться. Повторить, конечно, хотелось бы, но не за те деньги, не за деньги реальной поездки на букет. Ну, вот. Да. А если бы какой-то атлепант, возможно, было бы приобрести, приобрести, возможно, я бы приобрела бы его себе. Ну, я понимаю, насколько этот аромат, он ценен, да. Насколько он уже такой, ну, как такой отпечаток в истории, ну, для меня такой якорь, отпечаток. Просто само волшебство, это сама сказка, которая, вроде, это и синтетика, но это так цепляло. Я не могу сказать, что там супер натуральные ноты, да, он такой достаточно, не местами грубоватый, но... Мы скучаем, вот, мы скучаем по... Тому духу, наверное, двухтысячных, либо духу того времени. Просто всё течёт, изменяется. Сейчас другие события, другие парфюмы в моде. Но тут огреет сердце. Я вот, ну, такая лёгкая грустинка начинается, ностальгия. Я сегодня, кстати, разнашиваю Нобель. Это аромат Шамай, или Шамал. Он немножко... Я не могу ещё привыкнуть, у меня знакомство с ним было. Просто с копачка я послушала, очень влюбилась. Сейчас я не знаю, я пока не понимаю его. Он очень претензиозный оказался для меня. Ну, ещё... Ещё надо мне его разносить, скорее всего. Спасибо всем, что посмотрели мой обзор на такой ностальгический парфюм. Хотелось... Возможно, у кого-то это был любимый аромат, и вот хотелось... Какой-то, возможно, диалог у нас появится в переписке. Если вы прокомментируете мой ролик, либо дополните его своими какими-то знаниями. Я буду только рада. Спасибо, что смотрите мои видео, что подписываетесь, ставите лайки. Можете нажимать на колокольчик. Я стараюсь выпускать регулярно мои ролики. Мне это интересно. Желаю всем сейчас обрести своих якорей. Возможно, купить аромат, его дублировать, что потом мне было так жалко, мне было так грустно, когда аромат просто снимают, и он потом стоит космических денег. Вот это очень жалко. Вот правда. Вот всем приятных ароматных вдохновений, открытий и таких ароматов, которые западают в сердце, в глубины вашего сознания, мозга, души. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok